Всем привет! Это канал Про Цветок. Если вы хотите получать уже сейчас красное зрелое перце, наслаждаться сочным сладким урожаем, то досмотрите это видео до конца, и мы расскажем, каким образом помочь нашим перцам покраснеть в начале августа месяца. Первое и самое важное это солнце. Солнце, солнце и еще раз солнце. Перец это однозначно тропическая культура, и природа заложила в его покраснение большое количество солнечного света. Поэтому для того, чтобы наши перцы, которые завязались уже на нижних ярусах растения, нам необходимо им предоставить достаточное количество солнечного света. Поэтому будем удалять всю лишнюю листву, которая находится над нижними плодами, и будем делать это осознанно, оставляя листики для будущего верхнего урожая. Будем обрезать листья до следующих цветков или завязей. Второй немаловажный фактор это температура. Оптимальная температура дневная для созревания перца 20-25 градусов и ночная не менее 15 градусов. Поэтому обязательно предусматриваем закрывание теплицы, если случаются резкие перепады температур. Также при необходимости можем сделать батарею. Это когда мы обычные пластиковые бутылки заполняем водой, раскладываем их по периметру теплицы. За день вода будет нагреваться, и ночью она будет постепенно отдавать тепло. Поэтому ваши растения не почувствуют резкого перепада температур. Третье, на что следует обращать внимание, это, конечно же, сроки созревания. Очень часто, когда мы покупаем семена, мы смотрим на картинку, высеваем, получаем рассаду, переходим в теплицу. Но, например, когда мы высаживаем всем известный кубовидный перец оранжевое чудо, то не следует от него ждать, что он уже созреет к концу июня месяца, потому что ему до полной или до биологической зрелости необходимо 20 недель. И он будет желтый или оранжевый в середине августа. Поэтому обязательно, если мы хотим наслаждаться ранними вкусными перцами, то, соответственно, и выбираем сорта или гибриды ранние, ультраранние, среднеранние, то есть те, которым необходимо меньшее количество для полной биологической спелости. Четвертое, что нашему перцу мешает быстро перейти к фазе биологической спелости, это обильное количество боковых пасынков. Очень часто мы, как сознательные садоводы, огородники, кормим наши растения, они активно наращивают вегетативную массу, активно пускают боковые пасынки, и как раз-таки они оттягивают жизненные силы нашего растения, которое оно могло бы пустить на созревание уже завязавшихся плодов. Поэтому обязательно пасынкуем наши перцы, выламываем все боковые пасынки и оставляем центральный стебель и завязавшиеся плоды. Так же, как боковые пасынки, обильное количество завязей и цветков на верхних ярусах будет оттягивать силы нашего растения. Поэтому пятый пункт – это дозирование цветков и завязей на верхних ярусах растения, когда мы оставляем самое лучшее, самое сформированное, самое крепкое в количестве 5-10, максимум 15, в зависимости от того, в каком состоянии находится наше растение, и в зависимости от того, сколько оно еще сможет прокормить будущих плодов. Шестой пункт, который приблизит наши перцы к биологической зрелости – это достаточное количество элементов питания, которые находятся в почве и которые наши растения способны усваивать. Очень часто по каким-то причинам мы кормим наши растения, но они недополучают элементы питания. Поэтому обязательно обращаемся к структуре почвы, при необходимости ее мульчируем, позволяем себе небольшое поверхностное рахление, и также на момент биологического созревания плодов обязательно ведем калийно-фосфорные подкормки. Для этого нам идеально подойдут сульфат калия, калий-магнезия, монофосфат калий из расчета 10-15 грамм на 10 литров воды, и проливаем наше растение под корень из расчета 1 литр под каждое растение. Калийно-фосфорные подкормки можно и нужно проводить в течение августа месяца минимум 2 раза под корень. Если же у вас почва достаточно плотная, как в моем случае, то тогда перейдите на подкормки по листу, снести дозировку указанных удобрений наполовину, и обязательно в качестве профилактических мер, в качестве борьбы с потенциальными грибными заболеваниями, вносите вместе с подкормками сеную палочку. 100 мл на 10 литров воды, и опрыскиваем наше растение минимум 2 раза за август месяц. И не забывайте, что перцы, которые достигли своих сортовых размеров, а эту информацию можно найти или на упаковке с семенами, которые вы использовали, или, например, в интернете. Так вот, перцы, которые достигли своих сортовых размеров, то есть они зеленые, не растут, но еще не покраснели. Их можно спокойно снимать с куста, отправлять на дозаривание в любое сухое помещение, чтобы будущее урожая не запаздывало с развитием и затем с покраснением. Оставайтесь на канале Процветок, впереди много интересного. До новых встреч!